Всем большой привет! И в сегодняшнем видео я начну такую небольшую серию видео, в которых я с вами поделюсь основным моментом в какой-то философии, который мне помог двигаться дальше именно в жизни, то есть как-то найти опору, может быть, дополнительную и так далее. Так, где-то я уже рассказывала, что на самом деле первые мои шаги, даже не в духовной практике, а ещё просто шаги в саморазвитии, а у меня здесь был огромный плейлист по саморазвитию, я начинала с мотивации, что у меня есть какие-то обиды, я их осознаю, но я не могу их ни простить, ни отпустить, не могу с ними ничего сделать. В общем, они просто висят мёртвым грузом в моём сердце, и я понимаю, что я не могу их отпустить. Вот, это на самом деле была изначальная первая мотивация, когда я там пошла по психотерапии, это было очень много лет назад, я с вами тут делилась всем этим путём. Вот, то есть это был такой непростой путь. На этом пути я, конечно же, нашла, да, там рано или поздно такое понимание, как судьба. Есть такой термин судьба, это вот тебе дано что-то от рождения, то есть там, как говорят, поставить всех своих родственников, друзей, мужей, детей, начальников в ряд. И вот это и есть твоя судьба. Судьба это уже мистическое такое понимание, да, там что-то из прошлой жизни, твои грехи, там, то есть всё, что хорошо, это хорошая судьба, всё, что среднее, это смешанная судьба, всё, что плохо, это плохая судьба. Как правило, у человека весь этот спектр присутствует в той или иной степени. Что мне прям... В общем, да, в той или иной степени у нас у всех есть всё это. И обиды, что такое обида, да, по сути это какой-то гнев, который затаился внутри, то есть выплеснуть ты его не смог. Его ещё называют как подавленная агрессия или скрытая агрессия. То есть ты как бы почувствовал какую-то несправедливость, со мной так нельзя, со мной надо по-другому обращаться, со мной жизнь как бы штука суровая. Вот, и поступили с тобой так, как поступили, ты обиделся, гнев, скажем так, отстоять свои границы, отомстить, допустим, ты не смог. И ты остался один на один с этой эмоцией. Вот. И вот ты как бы сидишь и не можешь её переварить. На самом деле это уже гигантский шаг был для меня осознать, что у меня эти эмоции есть. Потому что очень часто в жизни я встречала ситуации, когда человек говорит, что вот я не обижаюсь, а вот у меня таких эмоций нет. Можете срефлексировать по себе, отследить, осознаёте вы их, не осознаёте. Потому что мне кажется, только у совсем святых людей на самом деле нет им обид каких-то. А если уж быть честным, то даже у святого Луки в откровениях он писал, что у него есть обиды, и он пытался их переваривать. Но у него всё-то было, конечно же, гораздо быстрее раскаивание. На самом деле требуется очень много раскаивания. Так вот, то есть обиды у нас, как правило, они есть, и я по себе отследила, что у меня они тоже есть, их очень много, и переварить у меня их не получалось. Делаю спойлер, не получается и сейчас, но я теперь хотя бы осознаю, что это оказывается ещё и не такой простой путь. Это целый путь, который надо пройти, который может быть вообще длиною в жизнь. Да, у меня тут пустословия, это мои философские рассуждения, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, что видео длинные и ни о чём. Так вот, тут моё просто повествование, знаете, о моём пути саморазвития. Так вот, осознала, значит, я все свои обиды, наткнулась я на термин «судьба», поняла, что окей, даже если я принимаю, я с этим согласна, что это какие-то мои последствия прошлых грехов. Делать-то с этим что? Вот, и дальше, конечно же, уже начинается философия, которая, общая философия, которая даёт, в принципе, понимание жизни, где, что, зачем и почему. Так вот, общее такое понимание, это вот, сейчас пойдёт Индия, сейчас пойдёт философия искон, но мне она помогает, может быть, поможет и вам, то есть я вообще не за клише, да, то есть я за продуктивность, если это нам помогает, то это хорошо, если это нам не помогает, надо искать что-то другое. Вот, поэтому я обратилась к философии искон, и там записывается, что есть три фундаментальные основы, на которых стоит зиждица, скажем так, мироздание, скажем так. И называется треугольник самбандхи, его можно загуглить, он есть на русском, много описаний на эту тему. Вот, и в чём говорится, то есть наверху треугольника стоит Бог, и от него исходят две энергии. Первая — это душа или души, а вторая — это материальная природа. Обе эти энергии принадлежат Господу, души — это как бы живая энергия, то есть она может двигаться, функционировать, сознание там есть. Материальная энергия сознание не имеет, она просто инертна под управлением Господа. Вот, и Господь связан и с материальной энергией, и с душами. С душами он связан посредством любви, а с материальной энергией он взаимодействует через время. То есть время — это форма Господа, которая проявлена в материальном мире. И материальная природа и живое существо, они тоже между собой связаны, пока мы здесь, естественно. Вот, связаны по принципу как раз судьбы. То есть через материальную природу мы получаем всю нашу судьбу. Вот, вот таким вот образом. И глубокий смысл этого треугольника в том, чтобы живое существо посмотрело не на материальную природу, а на Бога. И ответило ей такой же любовью, как и Бог смотрит на всех нас. В общем, влюбленными глазами, хотя бы уважение, у нас должно пробудиться к Создателю. Вот, в этом суть этого треугольника. Так вот, тогда, кстати, я даже, по-моему, не была верующая ещё особо, то есть я просто искала ответы, как мне преодолеть свои негативные эмоции. Так вот, в этом видео я бы хотела с вами... То есть в следующем видео мы поговорим на тему душа, да, то есть как бы как в этой философии более подробно описывать, то есть кто это, что это. Потому что слово, в общем-то, известное, но замыленное, его используют все, кому не лень. И я вот расскажу, как его используют, ну вот, в понятной мне философии искон. Вот. Также мы в следующем видео поговорим, что такое Бог, да, то есть как в этом треугольнике его описывают, то есть кто это, что это, как с ним общаться, как с ним выстроить отношения, зачем, почему, что-то всё так сложно. Вот. И потом мы рассмотрим, что такое материальная природа, то есть тоже, какие у неё описания, какие характеристики, что хорошего, а что плохого. Вот. То есть в Индии, да, есть эта философия, что материя отдельно, а душа отдельно. То есть это отдельно дух от материи, я не это тело, то есть вот эти все идеи, конечно же, они пришли к нам с Востока. Да, и это всё, конечно, никак нельзя проверить, да, вот покажи мне душу. Сейчас замыленный вопрос, найти себя, да, там, поиски себя, там, я занимаюсь поисками себя, это всё очень сейчас на слуху, очень, можно сказать, замылено. Непонятно, что это значит, непонятно, кого и как вообще надо искать, даже как-то высмеивают этот вопрос, да, что вот, ну, посмотри в зеркало, и вот ты нашёл себя, да. Да, или там, вот я ищу себя, типа, не парься, я тебя нашёл, всё, да, вот такие вот, как бы, сарказм на эту тему есть. Это всё хорошо, это всё, наверное, здорово. Может быть, такой путь развития, знаете, пока там общество развивается, оно вот какими-то, знаете, окольными путями может идти. Суть не в этом. Суть в том, что это знание, на самом деле, мне действительно помогло. Я не говорю о том, что помогло все свои негативные обиды простить, простить, там, принять свою судьбу, хотя именно в этом смысл, да, принять свою судьбу, то есть это какой-то такой уже более, наверное, дальний этап, который меня ждёт, вот. В чём была суть, почему мне это помогло? Действительно, вот это вот знание, что душа, она нечто отдельное от материальной природы. Вот, вот, везде, как бы, на слуху, в религии, не в религии, как бы, в почёте, скажем так, да, отречение. Оно есть, и я не понимала, в чём смысл. Так вот, действительно, вот эта концепция отречения, то есть просто отречься, там, от больших денег, может быть, отречься, там, очень вкусной еды, отречься от излишних удовольствий. Это сложная тема, но я вот сейчас упрощаю, скажем так, как вот мне вот было понятно тогда. Да, то есть отречься от каких-то таких вот, то есть какие-то конфликты отпустить, да, какой-то там, не знаю, там, суд, то есть отпустить, да, какой-то там спор тоже отпустить. То есть вот, вот, хотя бы просто на этом этапе мне помогло вот отпускать и, может быть, где-то прощать, принимать мою судьбу на понимании того, что душа отдельно, материя отдельно. То есть душа, она вообще бессмертна, она никакого отношения к материальному миру не имеет, она действительно частица Бога, и её единственная цель и задача за эту жизнь – это вернуться к Богу, то есть осознать себя, осознать Бога, осознать их взаимоотношения. И это единственная цель человеческой жизни, даже так описывается. И вот этот вот треугольник мне помог наглядно увидеть, что вот душа, да, она связана с Богом. И вот материя, материя тоже связана с Богом, она тоже божественна, проблем нет вообще. И материя душой тоже между собой связана. Но именно вот это вот отличие, да, вот отличие, мне очень чётко вот помогло вот это вот понять, и уже было как-то легче дальше двигаться в сторону понимания, окей, если я душа, что такое душа, кто такая душа, почему я не материя, хотя я в зеркале отчётливо вижу, что я – это тело, да, я в зеркале отчётливо вижу вот себя в этом теле, а тут мне говорят, что ты не это тело, и как бы такие вопросы сразу же, да, а кто тогда вообще я, да, то есть какой-то такой ступор немножко возникает, вот. Но на первом этапе, на первом шаге мне, наверное, да, действительно помогло это отпустить какие-то, знаете, но самые грубые обиды, вот самые такие неприятные моменты принять, что, да, я вечная душа, у меня были какие-то прошлые жизни, у меня были реинкарнации, я там что-то делала неправильное, я там наверняка грешила как-то, ну вот, как говорят, да, что всё, что мы делаем, к нам вернётся. Если мы кого-то ограбили, нас ограбят, если мы кого-то обидели, нас обидят. Это, конечно, уже такой момент раскаивания, но мне помогло, вот хотя бы просто вот самые грубые, самые лютые обиды, потому что мы все знаем, что все наши болезни, это наши обиды, наши эмоции, наши непереваренные негативные эмоции, они потом заставляют наше тело болеть, и мы очень плохо себя чувствуем, очень часто можно встретить человек уже, когда в старости он накопил в себе все эти обиды, и он просто озлобляется, он становится злой, недовольный жизнью и сварливый. То есть, к сожалению, старость очень часто становится именно такой, и я страшно этого, честно говоря, боюсь и не хочу, чтобы, знаете, в старости все эти эмоции меня придавили, и я вот такая недовольная жизнью осталась и померла в таком состоянии сознания. Где-то тоже я у хорошего человека одного слышала, что очень важно, как мы умираем. Но люди боятся смерти, поэтому я, наверное, не буду на эти темы говорить. Это прям такая табуированная чуть ли не тема. Если вот вы вне традиции, вне религии, то это чуть ли не табу вообще об этом говорить. Как бы это такая сразу тема, ой, что вы, что вы, чур меня, чур меня, не только не про смерть. Вот, но как-то у меня нет такого страха. И вот в видео говорилось, что очень важно, как мы умирали, так мы и родимся в следующей жизни. Мне очень понравилось это урожение, мне показалось, это прям истина в последней инстанции. Да, и с таким сознанием душа перенесётся в следующее воплощение. Поэтому я вдвойне испугалась умирать со всеми своими обидами. Вот, поэтому посчитала нужным такие эту тему. Перекопать, переварить, если есть шанс, переварить всю свою вот эту судьбу, карму, да, обиды. Ну, грубо говоря, значит, она проявляется уже в нашем мире в виде каких-то обид, скандалов, плохих отношений. Вот, то есть очень часто нам, вот, как вы знаете, наши люди, которые дают нам жизненные уроки. Очень так сурово. Вот, чем чаще вам в жизни приходится встречать таких вот учителей, которые очень сурово вас учат, прям вот не щадя. То, может быть, действительно пришло время задуматься, может, в этом есть какой-то глубокий смысл. Может быть, это всё не просто так. Может быть, не надо уже обижаться, а действительно встать на путь действительно какого-то осознания, самоосознания. Вот, в общем, впереди будет несколько видео на эту тему. Я надеюсь, это будет вообще кому-то полезно и интересно. Всё, и до встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok